Аренда, аренда, существенные условия. Запишите. Общая аренда. Предмет и конкретизирующие его данные, позволяющие определённо установить имущество, подлежащее передаче варьё. Предметы это что? Вещь. Предмет в скобках. Вещь. И конкретизирующие, или знаете как это пишите? Индивидуализирующие признаки. Можно так. Предметы и его индивидуализирующие признаки. предмет в скобках вещь его индивидуализирующие признаки прокат следующие это разновидность аренды прокат прокат предмет в скобках движимое имущество используемое для потребительских целей предмет то есть движимое имущество используемое для потребительских целей там видите как если иное не предусмотрено договором не вытекает из существа обязательства мы идем по общему прокат движимое имущество используемое для потребительских целей есть размер арендной платы это что касается честно что сюда еще в качестве обязательного требования только письменная форма отметьте себе можете тоже в эту колонку существенных слов и смело вставлять ошибками только письменная форма письменную форму не соблюдаем что будет молодцы молодцы денис говорит иван говорит договор действителен но мы в этом случае несет такие последствия что для подтверждения заключения договора или условий мы не можем ссылаться на свидетельские показания кто прав если он заключен не в письменном виде тогда мы также какая-то особенность не помню в отношении найма там просто может быть какая-то особенность но в части проката последствия таковой денис последствия таковой он заключен просто вы лишаете справа ссылаться на свидетельские показания про как записали аренда транспортных средств ну соответственно существует предмет то бишь транспортное средство используют транспортное средство транспортное средство срок то же самое есть требование письменной форме под то же самое под угрозой невозможности ссылаться на свидетельские показания есть написали дальше аренда здания и сооружения аренда здания и сооружения предмет собственно здания и сооружения что такое создание нам понятно приведите примеры сооружений все линейные объекты то есть газопроводы трубопроводы вот такие вот вещи это сооружение линейный объект будет правильно как вы сказали линейный объект это всегда сооружение но сооружение не всегда линейный объект вот денис говорит максим водонапорная башня памятник памятник у меня прямо задачами ну здрасте так хорошо у нас надо чуть-чуть мы как раз с вами не касались когда проходили аренду недвижимости но это недвижимость здание сооружения это всегда недвижимость отталкивайтесь от этого так аренда здания и сооружения предмет договора то есть здание и сооружения 2 размер арендной платы есть разбирали на платы и отметьте себе заключается в письменной форме путем составления одного документа заключается в письменной форме путем составления одного документа сейчас задам вопрос место не говорите поднимите руки хочу посмотреть усвоил не бойтесь поднимать руки не все не знаю что прямо спрашивать хочу понять кто усвоил значит я здесь вам говорю заключается в письменной форме путем составления одного документа подписанного обеими сторонами каким еще путем может заключаться договор если не путем составления вот когда вы будете рыбу подряд себе печатать это будет один документ подписанный обеими сторонами да стандартным каким еще путем не составление одного документа и подписанного обеими сторонами мы можем заключить договор договор заключается посредством чего в итоге по результатам всем до всех договоров составляется не единый документ но это же всегда как правило предшествует и если у вас вашей практике если у вас вашей практике не будет единого документа подписанного обеими сторонами если это не касается аренд здания сооружения при продаже недвижимости это не значит что у вас нет договора заключенного это значит что вы можете брать переписку один предложил другой ответил и это тоже считается что договор возник главное чтобы там были все существенные условия для оферты для акцента запомните это пожалуйста как лучше наш чтобы на практике не сталкиваться с проблемами мы записали заключается в письменной форме путем составления одного документа подписанного сторонами если законодатель такое требование предъявляет значит если мы его не соблюдаем наступают какие то последствия ваше предположение какие последствия если мы не соблюдаем это требование аренда здания и сооружения договор заключается посредством составления одного документа подписываем обеими сторонами если мы не соблюдаем это требование какие последствия сделки не признаются признаются недействительные и юридические последствия не уникают спасибо в этом случае в отличие от предыдущих рассмотренных ситуаций договор недействителен да мы видим что последствия несоблюдения формы договора могут быть разные вот в этом случае они наиболее серьезные чем просто невозможность ссылаться на свидетельские показания так и сюда еще одно требование если такой договор заключается на срок более одного года соответственно он подлежит государственной регистрации это тоже можете в этой же колонке к существенным своему условию указать или сделать для таких требований к форме государственной регистрации самостоятельно получить дальше идем аренда предприятий аренда предприятий существенный предмет а предмет это предприятие в целом как особый вид недвижимости единый имущественный предприятие как единый имущественный комплекс. Предмет договора – это предприятие как единый имущественный комплекс. И остальные требования аналогичные аренде зданий и сооружений. Аналогичный в части размер арендной платы существенная сюда и в форме договора аналогичные требования и последствия аналогичные. Несоблюдение формы договора аренды зданий и сооружений. все то же самое здесь есть финансовая аренда если бы я работала как раньше раньше работала в крупной аудиторской фирме и так существенные условия предмет то бишь непотребляемые вещи кроме земельных участков и других природных объектов предмет непотребляемые вещи кроме земельных участков и других природных объектов непотребляемые вещи кроме земельных участков и природных объектов срок здесь еще и размер арендной платы и размер арендной платы так значит давно не знаю на актуальность я вам сейчас скажу фразу а вы ее перепроверяйте проверьте у меня стоит договор лизинга недвижимого имущества подлежит гос регистрации независимо от срока его действия по крайней мере три года назад было такое правило договор лизинга недвижимого имущества подлежит гос регистрации независимо от срока его действия по договоренности если движимая по недвижимым как обязательно насти говорит что эту ногу можно проверить договори о смысле законе о финансовой аренде лизина так наем жилого помещения это предмет то есть жилое помещение изолированное жилое помещение пригодное для постоянного проживания а вы знаете что есть договор социального найма да как разновидность найма поэтому существенное условие цена только для коммерческого то есть не для социального вот повсеместная сдача об аренду квартир в москве или не в москве это что аренды это найм а что такое социальный найм отдать молодцы все вот собственно по субъектам начиная и дальше там свои особенности так вот для социального найма цена не существенно для коммерческого найма цена существенно заключается письменной форме под угрозой под угрозой невозможности ссылаться тихо под угрозой невозможности ссылаться на свидетельские показать то есть он действителен но нельзя ссылаться на свидетельство а как бы по иному вы доказывали будешь да вы платите время коммунальных платежей на возлагается на вас вы можете по по месту проживания зарегистрироваться как ваше место проживания штампа регистрации в реестр вас внесли регистрационный вы это уже если съехал и не оплатила определенную период времени как доказывать наимодателю человек помимо и кроме и свидетелей он соваться не может правильно ну вот мы говорим ссылаться на свидетелей он не может тут же запрет ссылаться на свидетельство письменная форма для любого найма для любого найма а часть именно условий то предмет для социального для коммерческого предмета цена последний договор безвозмездного пользования покупки предмет договора и указание на безвозмездное позицию а предмет это индивидуально определенные непотребляемые ставящим индивидуально определенные непотребляемые вещи здесь предмет и указание на безвозмездность указание на безвозмездность обязательно потому что у нас возмездность правоотношений она резюмируется если не указано прямо на безвозмездность соответственно отношение безвозмездность как нулевая цена что такое безвозмездность скажите отсутствие встречного предоставления любого отсутствие встречного предоставления какого-то не было освободить от какой-то имущественной обязанности либо заплатить там что-то еще как вы полагаете нулевая цена а если если буквально пойдем если буквально нарвемся на встречность а если пойдем по существу конечно если пойдем самое сердце в существо там никакой встречности не и слава богу сегодня у нас идет практика уже по пути отхода буквально оттолкования все-таки ну а толпятся от какого-то смысла но пока еще мы балансируем на грани буквально смысловое содержание поэтому лучше формулируйте сказанием на безвозмездность но если уж так столкнетесь конечно доказывайте существу всегда существу